Всем привет! В этом видео я покажу вам осеннюю Канаду с Хэллоуином, потому что это серьезный праздник здесь. Видите все эти декорации, домов. Расскажу плюсы и минусы жизни в Канаде, которые вспомню и покажу. И немножечко об эмиграции. Вопрос медицины. У меня здесь есть медицинская страховка, как туриста в случае каких-то экстренных ситуаций покрывается определенная сумма. Но если я хочу просто пойти к врачу, это целая история. Если бы у меня было резидентство, которое сейчас должно быть в процессе, тогда это было бы несколько проще, но тем не менее история бы затягивалась. Без резидентства она еще затягивается. Надо идти к одному врачу. Так просто пойти к специалисту нельзя. Нельзя специалисты, это когда врач уже специализируется на каком-то органе. Сначала просто идешь к терапевту, к семейному врачу. Он тебя смотрит, может выписывать какие-то простые медицинские препараты, но ничего серьезного. А вот если надо что-то серьезное, он referral, то есть он вас перенаправляет, он выписывает еще одну бумажку. И ты снова идешь и ждешь там месяц appointment, назначение этой встречи с врачом. А сейчас во время COVID появилась фишка, что ты даже перед тем, как идти даже к этому врачу, ко второму, да и к первому, ты звонишь, называется call appointment. И врач тебе задает вопросы и узнает, может ли он тебе выписать медицинские препараты без того, чтобы ты шел в поликлинику. В общем, это целая история. А расценки следующие. Один поход к врачу, к такому терапевту, к первому, который еще, может быть, даже ничем не поможет, но перенаправит, а без него никак тебя никуда не направит, стоит 100 долларов, 100 канадских долларов. Такая стоимость. Если сдаются анализы, конечно же, там 50-100 долларов еще выше. А вот недавно меня вообще убило, я спрашивала у врача, говорю, сколько здесь УЗИ стоит у врача? Она говорит, у меня понятия не имею. Я говорю, ну как это ты понятия не имеешь? Ну ты же работаешь врачом. Ну я так не говорила, ну просто думала, она, я не знаю, я сейчас погуглю. В общем, она мне на телефоне гуглит, сколько стоит УЗИ, говорит, ну это будет порядка 300 долларов канадских. Окей. И врач не делает, это даже не в нее кабинете, это даже не в ее здании, там надо идти в другое здание, чтобы пройти УЗИ. В общем, конечно, такие моменты неудобные. Но если у вас уже есть резидентство, у вас есть ваш врач, вот семейный врач, тогда это все быстрее и это все покрывается страховкой. В Канаде это та страна, которая имеет бесплатную медицинскую систему, особенно на контрасте со штатами, которые здесь и где все платно. Там страховка просто где-то там как минимум 250-500 долларов в месяц просто медицинская страховка. Ну если вы не работаете, если вы платите, если вы работаете работодатель. А здесь все, вы налоги платите и все включено. Конечно, долго, это и есть такое дело. Но лечат все, лечат даже раковые заболевания. В принципе, здесь рак далеко не приговор, совершенно люди спокойно. Заболел раком, пошел к врачу, прошел там лечение. Как-то вот нет такой коннотации, что все, это приговор. Нет, как-то люди спокойно живут дальше. Я тут многих знаю, у которых был рак, они вообще-то никак не влияют на их дальнейшую жизнь. Говоря о плюсах Канады, если немного сравнивать со штатами, где я говорила, страховка медицинская, допустим, платная, здесь все бесплатно. Есть плюсы и во время COVID. Люди реально получают выплаты и закончился первый раунд. Сейчас начинается второй, другая программа, но те же деньги. Тот же процесс заявки, отправления, просто в интернете ответили на несколько вопросов. И люди получают выплаты, там по 500 долларов в неделю, все это работает. Конечно, очень социально ориентированно. Я бы даже сказала, слишком. Иммигранты, которые сюда приезжают, сразу тоже могут подаваться на этот или COVID, или другие выплаты. Тут же многие, ну как немногие, но приезжают, люди вообще не работают, ничего не делают, просто вот на государстве сидят, welfare – это распространенная проблема. И я спрашивала канадцев, как они к этому относятся. И они не против иммигрантов как таковых, но если бы иммигранты работали, вот они сразу говорят, работайте, замечательно, не работайте, сидите на welfare, я плачу налоги, а в итоге что я получаю? Ничего. Это был такой мини-туннельчик. Поэтому толерантность есть к иммигрантам, но не ко всем. Сейчас так интересно, вот год назад здесь вообще практически не было иммигрантов. Я здесь чувствовала себя не в своей тарелке, потому что у меня у одной был какой-то там акцент. А сейчас я смотрю, очень много азиатов приехало, прям вот за один год раздительно. В супермаркете появились полки с китайской едой, чего раньше не было. Много азиатов, именно у нас Китая, ну таких богатых. То есть они сюда приезжают, покупают огромные дома, там за 400, 500, 600 тысяч долларов. И живут себе с семьями. Сейчас я подъезжаю к библиотеке. Я здесь порой люблю работать с библиотеки. Кофе-шоп это все замечательно. Ну, много кофе не выпьешь. А вот как-то в библиотеке есть такой настрой рабочий. И я обалдею библиотеки, я вам их здесь покажу. Они бесплатные. Есть целая сеть библиотеки, есть библиотеки этой области, есть библиотеки Виндзор города. Все бесплатно. Заходи, даже если нет никаких документов, работай. Записаться тоже легко. И книги классные. Только вышла какая-то книга, она уже здесь есть, можно заказать. Я прям обалдею. Теперь давайте поговорим немного о деньгах, о зарплатах. Я заметила, что под моим последним видео в основном были комментарии касательно зарплаты. Я называла высшую планку в 100 долларов в час, и мне говорили, такого нет. Я могу сказать, что у меня есть знакомые, которые так получают. Поэтому такие цены, такие цены, такие зарплаты есть. Но от, никто даже и не заслушал. От минимальная зарплата составляет 14 с лишним долларов в час. Это до налогов. Минусуем налоги, получается в среднем там, да, 12-11 долларов в час. Ясное дело, что такие деньги получают студенты. Если вы не квалифицированный работник, вы начинаете там с 15 долларов в час, 20 долларов в час. Вот 20, 25 долларов в час, это уже когда у вас там год-два опыта работы. И затем выше и выше. Ясное дело, что говорить о том, что за просто офигенные зарплаты, там, 30 долларов в час за простую работу, там, не знаю, библиотекарем, круто. Но давайте не забывать. Минус налоги. Минус вообще цены на все. Хотя я заметила, бензин здесь дешевле. Вот на днях было 94 цента за литр, канадских цента за литр. А эта малышка ест, ого-го, 14 литров. Поэтому, в принципе, когда я вижу, что цена падает, там, ниже доллара, заправляюсь. Не забываем о ценах на продукт. Я сейчас вставлю зарисовки, чтобы вы могли увидеть, сколько же стоит, там, купить овощи и фрукты. Но, тем не менее, при всех этих ценах я все равно скажу, что здесь продукты дешевле, чем были в той же Испании. Если мы говорим о походе в супермаркет. Здесь за 50 долларов я реально могу накупить, там, еды на неделю. А в Испании за эти 50 долларов, это было бы, там, 40 евро. Я говорю о канадских долларах. Я бы себе, ну, возможно, тоже бы позволила продуктам на неделю, но не с таким размахом все-таки. Здесь вот проще, дешевле. И здесь еще такой большой плюс, это магазины Долорама, когда, наверное, знакомы с таким концептом, таких магазинов, когда там все от, там, 10 рублей, 10 гривен и покупай любое барахло. И здесь, да, есть много барахла, но есть и классные вещи, которые ты покупаешь за ту же стоимость, что можно купить в других магазинах. Намного дешевле. Вот зашел в Долораму, купил там себе и тарелки, и кружки, и чашки, там, все такие домашние принадлежности. Буквально на 20 долларов уже все обустроил себе там кухню. Это, конечно, очень удобно. Поэтому я и говорю, что жить здесь все-таки будет подешевле, чем это было бы в Европе. Теперь из минусов, если мы говорим о стоимости, конечно, будет подороже, чем наши страны, СНГ, но не дороже Европы. Я говорю о Канаде, я не говорю о Штатах. Если говорить о том, что здесь дороже, чем у нас, намного дороже услуги того же там слесаря, какого-то электрика, который придет, лампочку поменяется или установит посудомоечную машину, сантехника, вызов, да, как правило, там обходится, начинается там 100 долларов и пошло-поехало. Поэтому, конечно, это не дешевое удовольствие, и о медицине я уже упомянула, что это тоже здесь не дешевое удовольствие, особенно если нет страховки. Хотя в Штатах это все было бы еще дороже. Насчет иммиграции хотела сказать. Я начала процесс по чуть-чуть, и интересно, сейчас я более углубилась в тему. А расценки, конечно, да, не дешевы. Получается, 1050 канадских долларов, чтобы просто подать заявление в моем случае. И затем, ну, вроде как это должно покрыть все, но даже чтобы подать эту сумму, мне надо переводить документы, нотариально заверять. И бумага здесь, перевода, то у меня есть бумага, которую надо перевести с испанского на канадский. Один лист о том, что у меня нет никакой судимости. Кстати, расценка 95 канадских долларов. Это они мне так посчитали, и я обратилась в другую фирму, та же фишка. То есть здесь переводы и сертифицированного переводчика обходятся недешево, мягко говоря. В Украине я, конечно, постараюсь какие-то бумажки сделать, те, которые не смогу сделать здесь, потому что разница в цене будет, конечно, существенная. Затем документы подаются по старинке, они отправляются почтой. Онлайн-аппликация в данном случае с иммиграцией не работает. Я уж не знаю, если в Украине или в России как-то, наверное, отправляются в посольство. Здесь же отправляется в город Сидней. Здесь все города всего мира. Город Сидней в Канаде. И сказано от рассмотрения от 4 до 24 месяцев. Сейчас у меня тут такой не очень приятный поворотик с плохой видимостью. Ну, подам, подам, посмотрю. Мне главное подать, потому что я уже просрочила свою визу, и это не совсем замечательно, мягко говоря. Посмотрим, какая будет ситуация. Затем, когда документы отправятся, мне надо будет пройти медицинское обследование. Я помню, когда я сюда прилетала в 2020 году, меня обязали тоже пройти, кровь сдать, все анализы. Просто как турист, ну не турист, как студент, чтобы пересечь границы и побывать в Канаде. Мне тогда это было как-то не очень приятно, потому что не всем странам это обязаловка. А вот нашей стране это надо было, и мне было так как-то, не знаю, мол, я что, заразная, а другие страны нет. А здесь для иммиграции всем обязательно пройти и сдать биометрику тоже обязательно. Мне, кстати, нравится, я сейчас встала на перекрестке, называется Always, когда все останавливаются. И фишка в том, что вот говорят о канадцах, о том, что они вежливые. И это да, порой доходит до абсурда вот на этом перекрестке. То, кто первый остановился, потом первый поехал же. Порой, если там у тебя правый поворот, или ты едешь прямо, а другой человек наоборот делает левый поворот, они останавливаются и ждут тебя. Правило гласит, кто первый остановился, потом первый поехал. Нет, порой вот они стоят, и если честно, это немножечко, ну как, смущает, неудобно, потому что ты просто ожидаешь своей очереди, а тебя пропускают, и вся эта история задерживается. Ну, вообще, машины, конечно, водители очень приятные, мне нравятся. Всегда пешехода пропустят, всегда объедут, велосипедисты там, да, хотя бы, чтобы был метр-полтора, если велосипедист на дороге и не пользуется офигенными велосипедными дорожками, которые здесь повсюду. Завершая денежную тему, немного скажу, что вот сейчас я приехала в свой спортивный зал, абонемент, если мы берем помесячно, стоит 49 долларов плюс налог, то есть всего выходит где-то 55 долларов, но это самый дорогой вариант, потому что считается, если вы берете только вот по 2 недели или помесячно, тогда вы переплачиваете. Если же вы берете, я в прошлом году брала 3 месяца, стоило 125 долларов, кажись, и сюда включен бассейн, сауна и разные занятия. Но в этом году у меня и другой джим, и я думаю, расценки чуть-чуть увеличились, потому что меньше людей, и я потому не стала идти в тот джим, в котором была, потому что теперь столько правил, надо звонить заранее, делать appointment. И я такой человек, я люблю, вот пришла, вот я чувствую, что я хочу позаниматься, я должна прийти без всяких звонков, договоренностей, просто как я чувствую, а там обязательно звонить, иначе даже в здание не пускают. От тренажера к тренажеру ходить в маске, что я считаю нелепостью. В общем, все эти условия с ковид, конечно, несколько ухудшают ситуацию с физической активностью. Ну, закончим немножко сценами. Я была рада поделиться с вами своими наблюдениями. Если есть вопросы, оставляйте их в комментариях. И если вам нравится такой формат, как говорится, не подготовленный, а просто вот что, как я ощущаю, я запишу, и я думаю подготовить видео о плюсах и минусах жизни в Канаде более конкретно, потому что сейчас я так, all over the place, да, я вот сейчас обо всем. А если вам интересно, ставьте лайки, чтобы я понимала, что есть интерес, и хорошей вам теплой солнечной осени. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok